МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подобным молоточком этого музыкального инструмента живым словом задевают душевные струны своих почитателей поэты творческого объединения, которое так и называется струны души. Именно живым словом, звучащим со сцены, ведь это всегда нечто большее, чем слово печатное. Итак, сегодня мы говорим о поэтах и поэзии. С вами я, Ольга Коробова, и вы смотрите программу «Степень культуры». Диана, я думаю, именно вам, как основателю творческого объединения струны души, стоит рассказать, с чего же всё начиналось. Творческое объединение струны души существует уже восьмой год и поначалу позиционировалось как литературный клуб и базировалось на филологическом факультете ТВГУ. Тогда мы были ещё совсем маленькие, у нас было всего шесть человек, и это были только поэты. Но со временем к нам стали присоединяться музыканты, студенты из других факультетов и даже не учащиеся талантливые люди, и таким образом мы сменили свой статус на творческое объединение и стали как разофициальным турским объединением ТВГУ. Вы говорите, что сфера вашей деятельности расширилась. Скажите, кто сейчас входит в ваше объединение? Ну, сейчас струны души более 25 членов, и это не только поэты, это, конечно же, музыканты, авторы-исполнители, композиторы, танцоры, художники. Также у нас есть команда технической поддержки, это звукорежиссёр, ассистент звукорежиссёра, фотограф, оператор. И такой состав позволяет нам работать в формате музыкально-литературного шоу. Я впервые взглянул на тебя по-другому, без обманчивых красок эдемских садов, и отведал тепло настоящего дома, непростую земную. Но всё же любовь, я вдруг понял, изгнание – мелочь по сути. Нам не нужен ни Бог, ни бессмертие, ни рай. Мы свободны с тобой, мы же всё-таки люди. Нам не льстит безупречных небес мишура. Нам завидует каждый безгрешный крылатый нашей воле, великой любви и греху. Им так хочется выбросить нибы и латы, им уж всё опостылило там, наверху. Но им страшно сорваться с насиженной ветки. Ещё Александр Сергеевич Кушкин сказал, не тот поэт, кто рифму в плесть умеет. Скажите, кто в вашем объединении отвечает за литературное качество? За литературное качество в струнах отвечает член Союзописателя России, автор пяти книг и более пятисот статей главной литературной критиктуры Александр Михайлович Кольник. А насколько он строг к вашим произведениям? Если честно, максимально строг. Порой, когда в наше объединение приходят новички, я по-настоящему боюсь, что они испугаются и больше не придут, поскольку требования к именно мастерству предъявляются у нас очень серьёзные. Писать как-нибудь могут многие. Писать хорошо – это по-настоящему сложная работа. Самосовершенствоваться, работать над словом – вот одна из основных задач наших поэтов. Это застывшая форма слова, жёсткая архитектура рифмы. Это ты явно ждала иного, не удивляйся, таков-то риф. Знаешь, в стремлении воплотиться строки слегка изменяют тон, словно теряется на границе некий таинственный флагистон, словно рядятся в простые платья, переступая души в порог. Жаль, но всё то, что хотела сказать я, так и останется между строк. Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, ваше мнение об объединении струны души. Ну, моё мнение о любом творческом объединении, оно, конечно, положительное. Потому что стремление к творчеству, тяга к творчеству, это нужно только поощрять. И я думаю, что струны души в этом плане не исключение. Здесь, ну, как бы это банально ни звучало, царит подлинно творческая атмосфера. С одной стороны, люди хотят творить и творят не только в поэзии, но и в музыке, и в вокальном исполнении, песен на стихи поэтов, членов объединения. А с другой стороны, они же хотят ещё и учиться, повышать своё мастерство. Ну, а это вот это вот желание делать лучше, не останавливаться на достигнутом, то есть, я бы сказал, не исповедовать самодовольство. То есть, вот я сочинил это всё гениально, и уже не подлежит никакой критике. Вот этого в струнах души нет. Есть желание творить и есть желание совершенствоваться. Человеку можно объяснить размеры стихов, деление на стров, на стоп и так далее. Научить каким-то самым общим приёмам стихосложения, иммерсификации, он может начать делать какие-то упражнения. Но вдохновение, подлинное творчество, собственное мировение, это нужно, конечно, выстрадать, почувствовать, только потом воплотить в стихо. Поэтому и учиться писать нужно ещё классикам. Но как учиться? Не так, чтобы вот посмотрел, как у Пушкина, у Есенина, там, у Маяковска, я писал точно так же. Нужно посмотреть, каким путём идёт этот поэт, как он пришёл вот к этому результату, к этому гениальному существу, а потом опираясь не на его результаты, а на его путь и идти тем же путём уже осваивая свои темы, свои проблемы, свой стиль, свои образы. Наверное, где-то вот так. А коль от хвори я бы избавилась, ему бы тотчас же понравилась. Такая тонкая, безразличная, такая ласково-ценичная. А так, пробей, безучастная. И заливалась красной краской не от того, что я простой. Ей, безусловно тебя слышит. Когда ты читаешь со сцены, нужно читать именно так, чтобы люди тебе поверили. И услышали именно то, что ты хочешь им сказать. И увидели то, что ты хотел вложить в эти стихотворения. И после выступления, когда люди подходят и говорят слова благодарности, говорят, как им понравилось, я понимаю, что да, мы с вами у нас получилось. Вы занимаетесь благотворительной деятельностью. Расскажите об этом поподробнее. В последнее время в нашем репертуаре появились также и специальные концерты для детишек из детских домов и интернатов в Турской области. Мы вместе с вещами, которые удается собрать, привозим также и небольшой праздник, потому что ведь детям в детских домах порой важно не столько нечто материальное, сколько внимания. Но материальное, конечно же, тоже важно. И мы стараемся силами нашего объединения, наших друзей, так сказать, сочувствующих, собирать в компьютеры. У нас наш замечательный фотограф. Ведь у каждого из нас наверняка найдется старый системный блок, который уже морально устарел и нам не нужен. Он собирает из нескольких компьютеров один по-настоящему хороший. Ведь в детских домах, это не секрет, компьютеры как раз являются дефицитом, поскольку они часто ломаются, а чинить их по большому счету некому. Так что вот чем можно, стараемся такую поддержку оказывать. Таких поездок в данный момент у нас уже 10, и, конечно же, мы будем в дальнейшем продолжать это направление развивать. Концерты – это хорошо. А где вы сейчас публикуетесь? Участие во всевозможных фестивалях и конкурсах – это возможность публиковаться в альманахах. Однако у «Струн души» есть и собственные книги. Это как в печатном формате, так и аудиокниги, и видеоконцерты. Сейчас стали люди меньше читать, поэтому мы стараемся делать интересные проекты в новых формациях. Мы стараемся привлекать больше молодежи и студентов и тем самым доказать, что литература и авторская песня – это не скучно, а интересно и модно. Так мы работаем в музыке в форматах от джаза до рэпа. Этой песне места нет в радиовещании, Этой песне пылиться со старыми вещами, По ней не будет клипов и криков «Стоп!» снято, Её забудут и сотрут мобильных аппаратов. Тут нет цитата из-за мудрёных философий, Она горькая, на вкус и чёрная, как кофе. Не взбодрит комбайн, и достанет, и загрузит, Оставив мнение о том, что её автор – лузер. Крах этого текста был заранее предвиден, Целью дать понять, кто на кого в обиде, И даже исполнитель это признал, Несмотря на то, что сам уже всё и написал, Но его сердце разбито, по любви утраченное, Она ушла так, как будто ничего не начало. И это порока банальная и типична, по сути. Но каждый сам своё сердце так любил. Или любит. Гастрольные туры, публикации, концерты – Всё это очень затратно. Кто спонсирует Вашу деятельность? Ну, для гастрольного тура Наш университет нам любезно предоставляет транспорт. Если говорить о книгах, именно о книгах авторов, То в большинстве своём они издаются за свой счёт. Увы, это реальность нашего времени. Но вот в ближайшее время Мы будем делать альманах нашего объединения Уже не за свой счёт. Это очень радостно. Дело в том, что мы выиграли грант Министерства Российской Федерации Вместе с университетом. И мы сейчас работаем в его рамках. Это также помогло нам закупить оборудование Для профессиональной записи именно аудиокниг. А Вы помните своё первое стихотворение? Дословно, к сожалению, нет. В раннем возрасте писались наивные и смешные стишки Вместе с мамой. И позже более осознанные появились лет в 13-14. И были они, конечно же, разделённые любви. К тому же, меня часто просили Сочинить поздравления в стихах К дню рождения или к какому-нибудь празднику. Для меня это тоже часть жизни. Это те эмоции, которые накапливаются у меня в душе И вливаются на бумагу. Улюблённых взглядов первая декада Завяжет наши дни морским узлом. Из сладких встреч пастельная помада Разбавит крепость лет простым теплом. Осенним вечером сухие штампы речи Вдруг вспыхнут и приятно обожгут В ладонях жизни путь тобой отмечу Отныне мой единственный маршрут Согреться, повторяя слово «лето» Куда верней, укутываясь в плед. Кого-то ждут счастливые билеты, А наше счастье, что обратных нет. Вы работаете в формате музыкально-литературного шоу. Расскажите об этом поподробнее. Музыкально-литературное шоу подразумевает под собой некий органичный концерт, в котором можно встретить не только, собственно, авторские песни и танцы, но и, соответственно, стихи. Причём стихи мы не просто читаем, мы делаем мелодикламации. Таким образом, возрождая традиции Серебряного века, мы применяем инновационный подход и делаем так называемые условно между нами 5D стихи. Это значит, что стихотворение появляется на сцене в пятигранях. То есть это сам текст, фоновая музыка, декламация, образ и работа с реквизитом. Конечно же, это позволяет гораздо глубже воспринять и понять стихотворение, донести автору, позволяет автору донести свою мысль до слушателя, до зрителя. Будем читать наизусть неизвестных поэтов. Молча смотреть на автору, обнимая коллеги. Утром, когда мы исчезнем за миг до рассвета, следом растают и наши хвостатые тени. Ну, это уже нечто современное. Я так понимаю, это многообъемность, некая, так сказать, стереоскопичность видения. Вы знаете, если позволить немного истории. Вот после революции Владимир Маяковский был первым поэтом, который стал возрождать традицию звучащего со сцены поэтического слова. Сегодня, спустя много лет после того времени, появились огромные технические возможности. То есть есть возможность соединять и декламацию, и музыку, и жанр, артистичность, если хотите, даже некие постановки. То есть некая постановка, декоративность, если угодно. Особая декоративность. И вот все это в слиянии как раз, наверное, дает вот этот формат 5D. Вот эта вот объемность, вот это и есть некая ноу-хау, новинка, изюминка нашего объединения. Что обретает человек, который однажды пришел к вам? Струна души – это не только слаженный коллектив, но и школа. Причем школа не только творческая, но и очень во многом жизненная. Поскольку здесь приобретают ребята такие навыки, как целеустремленность, ответственность, умение работать в команде. Что очень важно, естественно, потом в дальнейшей жизни, в работе. Конечно же, не все остаются в объединении. Сколько за время существования через турнир прошло уже больше ста человек. Дело в том, что не все выдерживают той серьезной нагрузки, которую мы возлагаем, и постоянного требования самосовершенствоваться. Для кого-то эта задача непосильная. Но есть и те, кто не только решает эту задачу успешно, но и ставит для себя дополнительное. Так, поэтеста Алексис, уехав в свой родной город Удомли после окончания университета в прошлом году, образовала там на базе школ, в которой она сейчас работает, свой литературный кружок, который уже за первые полгода своей работы активно проявил себя. И они участвуют в различных конкурсах, где занимают призовые места. То есть семена, закладываемые в струнах, уже дают свои всходы. Что, конечно, для нас немаловажно. Знаете, литература – это та субстанция, тот предмет, тот процесс, который формирует человеческую личность. Это мировоззренческая составляющая любой мыслящей личности. Конечно, мы не можем похвастаться такими оглушительными результатами. Мы не будем говорить, что наши концерты, народ ломится, и что полны залы. Нет. Но люди начинают приходить, они начинают понимать, что такое литература, что такое поэзия. Они начинают приводить своих знакомых. И, пожалуй, это самое важное. Я думаю, что этот путь не пройдешь ни за один месяц, ни за два, может быть, даже за год. Но мы будем стараться, чтобы деятельность нашего объединения, она все-таки имела вот эту вот стратегическую цель – это вернуть народ к литературе, к ее чтению, слушанию, пониманию. То есть вернуть народ к слову, отвлечь его от каких-то вот эфемерных идеалов и от совершенно ненужных устремлений. Есть ли стихотворение, которое отражает суть вашей деятельности? Да, такое стихотворение, конечно, есть. Это строки небезызвестного Глеба Сафонова. Усталый вечер томно ждет, Когда свои откроет двери театр, И публика займет места, свободные в портере. Концертный переполнен зал, Опять звучит со сцены слово. Стихов и песен пышный бал Царит над будничностью снова, И рифмы стройные парят, Легко вплывая в вечер синий, И вновь стихами говорят В лирически святой России. Нам не страшно совершенно Расплескать слабо и ноты Мы с тобой с той породы, Что боится только плена Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова